Одна моя подписчица спросила меня, были ли у меня какие-то проблемы с принятием моей бисексуальности, конфликты с окружающими людьми, испорченные отношения, когда они узнавали, что я би или что мы свингеры. И поделилась со мной своей историей, что у неё с этим было очень много проблем. Она безумно боялась, полжизни боялась, что кто-то узнает о её бисексуальности на её работе. Она работала в армии, её муж тоже работал в армии, и его карьера тоже могла полететь, если вдруг кто-то узнал бы о том, что она би. И в общем было очень много сложностей. Потом, когда она же перестала там работать, она начала открываться окружающим и говорить по своей ориентации. Но, как она заметила, часть людей от неё после этого отворачивалась, избегали с ней общения и смотрели с каким-то презрением. А часть людей, наоборот, с интересом, слушали её истории, расспрашивали, в общем, проявляли какое-то любопытство. И вот эта часть, которая относилась с презрением и прекращала общение, это неприятно и не очень понятно, вот почему ты же такой же человек остался, каким ты был, с тобой столько лет общались. И тут узнали о твоей ориентации. И вдруг ты стал немил. Почему так бывает? В моём опыте я не помню таких ситуаций, чтобы вот кто-то, узнав о том, что я би, начал меня как-то прям вычёркивать из своей жизни и отвергать. Может быть, я просто этого не замечала. Может быть такое. Потому что я очень эгоцентричный человек. Я живу какими-то своими интересами в каком-то своём мире. И мне действительно, у меня круг близких людей, он настолько узкий, что мнение людей, которые не входят в этот очень узкий круг, для меня, ну я их не запоминаю, эти мнения, и они меня никак эмоционально не дестабилизируют. А вот людей в этот близкий круг, я всегда допускаю только тех, которые максимально знают обо мне. То есть если человек на стадии знакомства не принял какую-то черту во мне, он просто не войдёт в этот круг. Я его, ну тогда ещё. Я не очень понимаю вот этих отношений, когда люди там чуть ли не женятся, детей рожают, а потом признаются партнёру в чём-то о себе. Я никогда так не делаю, выбор близкого круга. Я всегда выкладываю о себе всю правду. Ну, вы же, я сейчас вообще вышла на YouTube, да, миллионам людей рассказывать. Поэтому для меня не проблема человеку чуть ли не в первый день знакомства рассказать о себе всё. У меня в анкетах на сайте знакомств всегда стоит, что я би. Потому что я хочу, чтобы человек сразу знал. Если его что-то не устраивает, всё, не надо со мной общаться. До свидания. И, скорее всего, я просто, может быть, даже не замечала этих реакций. Поэтому я не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы. У меня их не было. Только вот мужчины на сайтах знакомств иногда очень так жестоко писали. Да ты никогда не пробовала просто настоящего мужчину. То тебя никто по-настоящему никогда не удовлетворял, раз тебя на женщин тянет. Вот встреться со мной. Я тебе сейчас покажу нормального самца. Тебя сразу отобьёт охоту с девочками встречаться. Я такая, ну, вообще-то не путайте солёное с мягким. Причём здесь вообще одно к другому. Я с девочками не для этого встречаюсь. Не для того, чтобы они меня оттрахали как мужчина. Совершенно с другими целями. И влечение к женщине у меня, оно совершенно другое, чем к мужчине. Мало того, меня можно не ревновать к девушкам, потому что я не вижу себя в семье и в серьёзных отношениях с девушкой. Я могу иногда даже влюбиться в девушку, хотя я очень редко влюбляюсь в девушек. Для меня это чаще просто такая дружба с сексом вперемешку. Я могу влюбиться, но строить с ней прямо такие отношения, жить вместе, семья, вот это всё, это нет-нет-нет, ни в коем случае. Это не про меня. Мне намного комфортнее быть в отношениях с мужчиной, жить с мужчиной. Поэтому я когда вот это объясняю мужчинам, которые со мной хотят отношений, они в целом это понимают, принимают, и дальше они мне никогда не ревнуют к девушкам. У меня с ними не бывает проблем по этому вопросу. Но на сайтах знакомств мне вот, ну кроме вот этих мужчин, которые обещали мне какой-то суперзвёздный секс, чтобы выбить из моей головы девушек, были мужчины, которые мне открытым текстом говорили, нет, я не смогу, если я с тобой начну отношения, то я заставлю тебя прекратить любое общение с девушками. Я писала, что ну как это, мне это нужно, я не могу без девушек. Нет, я не смогу тебя делить с девушками, вот так мне писали. Ну, если у меня мужчина даже с девушками не может делить, то свингером он точно не станет, правильно? Поэтому я с такими мужчинами просто сворачивала разговор. По поводу прям вот знакомых-знакомых. У меня все знают, и люди, которым я хожу там делать прическу, красить ногти, косметолог, вот эти вот все-все-все, они знают о том, что я би, и о том, что я свингер. И у меня с ними нет никаких проблем, никто из них мне не сказал, всё, больше не приходи ко мне. Мы с ними легко обсуждаем секс, какие-то мои статьи. У меня ещё есть инстаграм, телеграм. Переходите в ссылки в профиле, ой, в профиле, в описании. Подписывайтесь, там я выкладываю тоже интересные статьи. Мы обсуждаем все эти темы свободно, легко, и никто меня не учирается, никто меня не боится. Прям таких знакомых-знакомых у меня не очень много. А те, которые есть, они тоже все знают. Ну и в основном мы подтягиваем всё равно каких-то людей примерно с тех же интересов, которые у нас. То есть свободных в сексе, свингеров. Ну вот мы с ними и как-то стараемся взаимодействовать, дружить, общаться. Поэтому сказать, чтобы у меня был какой-то такой большой круг знакомых, чтобы мне перед ними нужно было там как-то прятаться, отчитываться и комплексовать, у меня просто нет столько людей. А те, кто мои подписчики или те, кто меня смотрит на YouTube, ну вы нормально к этому относитесь, вы меня поддерживаете. Вы сюда пришли, в том числе и за этими всеми историями, и за тем, что во мне это есть. Правильно? Поэтому тут тоже у меня есть принятие. Ну там когда-никогда какой-то хейтер что-то напишет, но это у меня очень мало хейтеров, слава богу. И это случается редко. И это тоже меня не особо... И то, это не за бисексуальность. Меня ещё за бисексуальность никто не хейтил. Поэтому хейтеры, если вы есть, можете отметиться под этим видео. Ну и вот так. А сама по себе моя бисексуальность, она открылась достаточно рано. Ещё в детстве. Ну были там в детском садике игры в больничке с подружкой. В подружке была такая внешность. Типаж Арнеллы Мути. У меня Арнелла Мути любимая актриса с тех пор. И мне кажется, я на неё тоже так чуть-чуть похожа. Особенно, когда прям сильно похудею. И эта девочка, она тоже такого же типа Жарнеллы Мути, но у неё были такие зелёные глаза. И чуть другая форма, чем у меня. Вот у неё была форма больше похожа на форму глаз Арнеллы Мути. Потом я как-то в больнице лежала. И там мне было где-то лет 11-12. И там была такая очень странная девочка. Она очень много рассказывала о том, что она с мальчиками какими-то там на мотоциклах катается. В общем, она что-то такое прям целуется, обнимается. Ну то есть она рассказывала то, чего в моей жизни тогда ещё не было. Это было очень захватывающе. И она как-то так заводилась от своих историй, что она даже там могла посреди палаты вдруг встать, там грудь показать или там ещё что-то. Это выглядело странно, конечно. Но я так понимаю, что может быть, она просто так перевозбуждалась от своих рассказов, что у неё вот этот какой-то экспедиционизм не открывался. И меня эти моменты тоже возбуждали. И я вот тогда почувствовала такое вот прям очень чёткое какое-то влечение, возбуждение именно от наблюдения за женщиной, за девочкой, за девушкой. После этого как-то я потом не очень концентрировалась на этом вопросе. Я выписалась из этой больницы, никогда в жизни больше не видела эту девочку. Ну, взаимодействия никакого там не было лесбийского между нами. Но она вот первая побудила меня к мастурбации. То есть вот мои первые попытки это делать, они были связаны с тем, что я полежала в этой больнице и была свидетелем рассказа у этой девочки. Потом я с одноклассницей одной подружилась, и она меня соблазняла. У меня есть видео на эту тему, я оставлю на него ссылку в описании. И в конечных заставках. И вот подсказка. Она меня активно соблазняла. Это началось где-то мне уже лет 15 было. И вот она меня соблазняла долго. Практически два года вот это всё соблазнение длилось. Я не буду сейчас описывать, как это происходило. В видео можете посмотреть отдельное на эту тему. И вот у меня тогда с ней случился бисексуальный опыт. Но у меня были проблемы с принятием того, что меня так сильно к ней влечёт. Потому что она вот так меня соблазняла, заводила. И я потом тоже мастурбируя представляла её. Но я фантазировала не только о ней. Чаще я всё-таки думала о мальчиках. Я чаще влюблялась в мальчиках. Я не чувствовала себя влюблённой в неё. Но я чувствовала какое-то такое влечение, возбуждение. И вот иногда я кончала на фантазии о ней. И потом у нас, когда мы сдавали выпускные экзамены, произошёл с ней секс. Но когда уже произошёл сам секс, я уже не чувствовала никакого чувства вины. Мне всё очень понравилось. Мне было прикольно. Я не помню никакого процесса принятия. Наоборот, я это сразу же так приняла, что вау, класс. Что-то очень забавное со мной произошло. А вот это вот чувство вины, которое я иногда испытывала во время мастурбации, оно полностью куда-то исчезло. То есть я просто приняла это как такую готовую картинку в свою жизнь. Это был не первый мой сексуальный опыт. За полгода до неё у меня уже был опыт с мужчиной. Я не знаю, что бы со мной происходило, если бы у меня самый первый опыт был с женщиной, стала бы я от этого лесбиянка или нет, я не знаю. Но первый опыт у меня пошёл с мужчиной. Он был очень удачный. Про первый опыт я тоже снимала видео. Тоже оставлю в описании ссылку. И потом произошёл ещё этот опыт. И он как бы дополнил эту картину. Мне стало очень хорошо от того, что у меня было и то, и то. Мне очень нравилось, что со мной это произошло. И когда я рассказала своему первому мужчине об этом опыте, вот он отреагировал плохо. Он это не принял. Вот первое непринятие в своей жизни я увидела от вот этого мужчины, с которым у меня был первый секс. Мы с ним продолжали ещё отношения, общение. Поэтому когда у меня случился этот секс с девочкой, я встретилась с ним, и я ему рассказала. Я ожидала, что он отреагирует положительно. Скажет, вау, какая ты классная, как это возбудительно всё. Но он меня наругал. Он отверг эту часть меня. Рассказал, что ни в коем случае нельзя заниматься сексом с девушками. Я тогда не обиделась на него, не расстроилась. А я подумала, и слава богу, что я не хочу за тебя замуж, и вообще собираюсь ехать в другой город учиться. Значит, ты неподходящий для меня мужчина, раз ты не можешь этого мне принять. Ну и всё, и уехала я в другой город. Но я вообще-то не собиралась за него замуж, он был намного старше меня. А тут ещё вот такая вот, он припечатал вот этой реакцией моё решение. Дальше я абсолютно всем своим парням, с которыми я знакомилась и вступала в какие-то сексуальные отношения, или в целом вообще в серьёзные отношения, я им всегда говорила о том, что я бисексуальна. Все парни это принимали. Вот уже дальше все парни это принимали. Всем это очень нравилось. Конечно же, все начинали тут же фантазировать про GMG. Ну не скажу, что они меня прям к нему склоняли, скорее это я их склоняла к GMG. И дальше у меня проблем вот в таком личном, вот я не знаю, то есть вы видите, вот на сайте знакомств мне попадали всякие, которые писали что угодно. А вот когда я знакомилась вживую, потому что в моей молодости не было сайтов знакомств, когда я знакомилась вживую, то видно я уже как-то чувствовала их и отбирала так, что когда я им говорила про свою бисексуальность, даже если это случалось уже после секса, всегда было принятие. Никогда не было проблем. Мне ни один не сказал, всё, ты мне не нужна, потому что ты бисексуалка. Наоборот, их это возбуждало, заводила и всё было отлично. С некоторыми мы потом устраивали прекрасные GMG. И я только убеждалась всё больше и больше в том, что да, вот это круто, вот это классно, вот это моё. Я сама девочек, которые меня окружали, я не помню, чтобы я их прям так как-то конкретно соблазняла. Я просто старалась им дать понять, что вот я такая, и если тебе тоже захочется, то я тебя не отвергну. Но я это старалась давать понять какими-то своими историями, которые я рассказывала, какими-то жестами. Но так, чтобы я их прям соблазняла, как-то затягивала секс со мной, такого не было. Если я видела, что девочка отвечает мне взаимностью, я просто принимала её ответ. И тогда у нас происходило взаимодействие. взаимодействие. Начинался секс. Бывают такие ситуации, если ты девушку, не готовую к этому, которая не хочет этого, вдруг поставишь перед фактом, тогда могут быть проблемы. Поэтому ей нужно дать возможность проявить инициативу самой. Вот если от неё уже пошла какая-то инициатива, вот тогда всё, что тебе нужно, если ты хочешь соблазнить девушку, если ты хочешь соблазнить девушку, тебе нужно просто дать ей возможность понять, что если она сделает какие-то шаги навстречу, ты их примешь. Всё. И дальше ждать её первых шагов. А они обязательно будут. Какие-то жесты, прикосновения. Может, даже она целоваться сама полезет. То есть, ну, обязательно хоть что-то начнётся. Может быть, какие-то шуточки, намёки начнутся. Если ничего не происходит, вот она продолжает быть холодной и держит дистанцию, и продолжает просто дружить. Тогда не надо самой туда, ну, пытаться это всё ускорять. Просто она не готова. И либо этого не будет вообще, либо этого не будет сейчас. И шаг ей навстречу ничего не изменит. Ну, пожалуй, я так, в принципе, всё раскрыла на эту тему. А, ну, ещё да. И я старалась так всю жизнь выстраивать. Это очень жестоко, когда ты работаешь на какой-то такой работе, и тебя могут за твою ориентацию уволить там, или шеймить начать, или ещё что-то. Потому что, ну, нет никакой связи между тем, как какой-то профессиональный, ну, профессиональный сотрудник, профессионал в своём деле и твоей сексуальной ориентации. Ну, какая разница? То, что ты делаешь в сексе, это твоё дело в сексе. То же самое, как свингеры. Очень боятся, что кто-то узнает о том, что они свингуют. Кто-то увидит их там в кафе и что-то подумает. Ну, какие-то две пары и подумают. Ну, боже, а почему две пары не могут сидеть в кафе, да? Но люди этим заморачиваются. Они боятся, что кто-то из знакомых увидит, что они сидели с парой в кафе и точно решат, что они свингеры и как-то к ним начнут плохо относиться. Но почему нужно плохо относиться к свингерам, к бисексуалам, к гомосексуалистам? Почему? Вот кто мне ответит? Напишите в комментариях, пожалуйста. Потому что мне до сих пор это непонятно. Я никогда не выбирала какие-то такие места в своей жизни, где меня могли вот этим уволить за это, что-то плохое, как-то попрекнуть меня этим. Я держалась от таких мест подальше и в то же время я всегда всем людям говорила, тебе не нравится всё? До свидания. Меня не волнует твоё мнение. Я такая. Мне так хочется. Я никому этим не причиняю вреда. Ну серьёзно. Я никогда никого насильно никуда не втягивала. Я никогда никакими там манипуляциями людей не соблазняла ни на что. Я всегда, если я видела, что человек готов и он сам делает первый шаг, тогда только я тоже делала ответный шаг. Поэтому ну я не знаю, почему вы так все боитесь свингеров, бисексуалов. Это не заразно, оно не передаётся. Если вы сами не хотите, с вами это не произойдёт. Или вы все этого боитесь, потому что у вас это тоже есть, вы этого тоже хотите. И когда вы видите, что кто-то себе это может позволить, вам становится как-то не по себе, и вы боитесь, что вы тогда тоже сможете это себе позволить. А с другой стороны, ну и что быть, и что такого плохого? Быть самим собой. Сейчас за это в тюрьму не садят, за бисексуальность, правильно? За свингерство тоже сейчас в тюрьму не садят. То есть общество в целом сейчас это позволяет. Так в чём тогда проблема? Зачем тогда нужен весь этот шейминг, весь этот вот сыр-пор вокруг этой темы? Пусть каждый занимается тем, чем он хочет заниматься. Согласны или нет? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Были ли у вас проблемы со своей бисексуальностью? И с тем, как признаться окружающим в том, что вы би. А, кстати, вот, да, есть один человек, с которым у меня реально могут быть проблемы, если она узнает. Это моя мама. Она религиозный фанатик. Поэтому, конечно же, в её картине мира это всё очень большой грех. Это всё нельзя. В целом она знает, что я би, но она старается об этом не думать. Она старается это вытеснить и как-то, ну, как-то у неё в голове никто ни в чём не виноват. У нас всех попутали бесы, если что-то с нами такое происходит. Поэтому, если она узнает, что я би, она просто начнёт очень сильно молиться, она начнёт заставлять меня молиться, чтобы из меня вот эти вот бесы бисексуальности куда-нибудь делись. и, ну, в общем, будет вымаливать меня от этих всех историй в чистоту, в непорочность. Я совершенно не разделяю взгляды моей мамы, хотя я их уважаю, поэтому я просто стараюсь эту тему вообще не трогать. У неё свой мир, у меня свой мир, и мы никак не пересекаемся. Мы общаемся по любым другим вопросам, только не по этим. Боюсь ли я, что она может обнаружить моё видео на YouTube? Нет. Потому что я уже очень давно с ней расставила свои границы в том плане, что это моя жизнь, я что хочу, то и делаю. И ты можешь это либо принять, либо не принять. Всё. Мама обычно выбирает принять, но в то же время она во всём обвиняет нечистые силы и бесов. Я в любом случае не буду ни в чём виновата. Как-то так. Ну, а то, что я там не оправдала что-то в её глазах, ну так я никогда не оправдала ничего в её глазах. И поэтому стараться жить для мамы, ну это как-то бессмысленно. Я живу для себя, а не для мамы. Она мне что смогла дала, что я могу ей тоже даю. А быть кем-то другим не собой ради мамы я не понимаю зачем это нужно. Я же родилась чтобы быть собой, а не для того, чтобы прожить какую-то фантазийную жизнь мамы, правильно? И в то же время, да, я не должна соответствовать ожиданиям других людей и проживать какую-то удобную им жизнь. Это к вопросу принятия знакомыми. А кто они такие, чтобы вот так вот реагировать на вашу ориентацию, ваше знакомое? Ну кто они такие? Вы родились для того, чтобы нравиться им? Для того, чтобы они были довольны? Для того, чтобы они не скривили губы? Ну так вы никогда никому не угодите. Всё равно найдутся люди, которые хоть чем-то у вас недовольны. Поэтому ну пошли все далеко по своим делам. И всё. Потому что на самом деле человек вскривил губы, развернулся и тут же про вас забыл. Ну ему реально всё равно. Он дал какую-то реакцию, но ему всё равно на вас. А вы будете переживать, а вас это зацепило, а вы очень хотели ему понравиться. А зачем кому-то нравится? Ты никогда не сможешь никому нравиться. Я точно знаю, что я никогда не смогу никому всем нравиться. И кстати, именно поэтому я нравлюсь многим. Потому что я знаю, что я не могу нравиться всем. Что-то я уже прям сильно заболталась. Такая тема, она просто очень такая... Её как-то по пальцам не расскажешь. Она такая очень... Как никак не подойти? Как её вот так вот прям развернуть, раскрыть? И мне кажется, я её всё равно не раскрыла, хотя я тут очень долго уже болтаю. Может быть, я как-нибудь ещё сниму на эту тему, когда у меня так по полочкам разложится. Я надеюсь, вам всё равно было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось и было полезно. И я хоть как-то объяснила. Мне кажется, нифига не объяснила, но ладно. Не забывайте подписываться на мой телеграмм, ссылка под видео в описании. И ставить мне лайки, чтобы мне хотелось всё больше снимать интересных видео для вас. Хорошо? И не забывайте написать всё, что вы думаете по этой теме, потому что тема очень болезненная на самом деле, очень сложная, очень непонятная. Целую. Пока-пока. Субтитры